МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе наши домашние любимцы. Смотрите. Гисплазия суставов. Что это такое и можно ли с ней бороться, знают ветеринарные врачи. Кусочек истории Франции в одной собаке. Приучение щенка к туалету на улице. Советы профессионала-кинолога. И как приспособить свой свитер домашнему любимцу. Ваш питомец захромал. Появилась болезнь с перевставанием. Какой-то дискомфорт. Или он вообще не может стоять на одной из конечностей. Независимо от возраста, его необходимо в срочном порядке показать ветеринарному врачу. Сегодня мы поговорим о заболевании, которое характерно для большинства млекопитающих. О дисплазии суставов, которым страдают не только люди, но и животные. У собак дисплазия тазобедренного сустава была впервые выявлена и описана в 1935 году в Соединенных Штатах Америки. Но лишь через 30 лет ученые начали обращать серьезное внимание на дисплазию. Сначала в скандинавских странах и США, впоследствии в Швейцарии и Германии. А вот во Франции лишь с 1975 года. И то по инициативе клуба немецкой овчарки. Что такое дисплазия? Дисплазия – это одно из самых распространенных ортопедических заболеваний у собак. Это дефект развития вертлужной впадины в тазобедренном суставе, которая приводит к нарушению опорно-двигательной функции задних конечностей. Оказывается, у собак женского пола дисплазия встречается чаще, чем у мужского. Ее почти невозможно определить сразу после рождения. Это наследственная болезнь. Потому очень важно вовремя выявить больное потомство для исключения риска. Причин возникновения несколько может быть. В первую очередь, генетическая предрасположенность, то есть врожденная. Но также может быть и влияние неблагоприятных внешних факторов, неправильное условие питания и содержания живого. Эта болезнь передается от родителей, носителей генов. Речь идет о полигенной наследственности, то есть о наследственности на основе многих генов. С другой стороны, животное может быть лишь носителем генов дисплазии, оставаясь абсолютно здоровым. Это полигенное заболевание имеет разные степени проявления. Наконечное состояние сустава оказывает влияние строения сустава, мышечная масса, скорость роста, способ питания, ежедневные нагрузки. Наследственностью обусловлена и склонность животного к данному заболеванию при некоторых условиях внешней среды, которые могут помешать нормальному развитию тазобедренных суставов молодого животного. Вертлужные впадины тазовой кости и головки бедренных костей щенка очень уязвимы, потому любые нарушения развития сказываются в период от рождения и до 6-месячного возраста и имеют прогрессирующий характер. Дисплазией больше, наверное, страдают животные, у которых большая масса тела. В основном, да, это крупные породы, как немецкая овчарка, лабрадоры, синбернары, ретриверы. Но, к сожалению, есть еще и у мелких пород тойтерьеры, пекинесы, моксы. У них тоже это встречается довольно-таки часто. Наличие или отсутствие того или иного симптома не может быть основанием для установления окончательного диагноза. Лишь анализ рентгенограммы даст возможность точно диагностировать дисплазию. Дисплазия – это приговор для животного? Или все-таки каким-то образом можно от нее не избавиться, но облегчить животного? Смотря какая форма дисплазии. При легкой форме все довольно-таки успешно исправляется. При тяжелой форме, к сожалению, это уже приговор. Что значит легкая и тяжелая форма? Это вина хозяина? Поздно обратились? Нет, в первую очередь это вина, может быть, ну, как бы так сказать, заводчиков, которые допускают к разведению таких животных. Заводчики и владельцы собак должны стараться как можно раньше выявить заболевание, поскольку речь идет о болезни, которая может сделать животного инвалидом. Необходимо вовремя диагностировать болезнь, чтобы исключить возможность осложнений. И еще. Несмотря на прогресс суставной дегенерации, большинство животных при условии адекватного лечения могут вести нормальный образ жизни. Однако больных животных не следует допускать к вязке. История этой породы тесно переплетается с историей Франции. Карликовый спаниель – старинная порода маленьких декоративных собачек, которая была известна в Европе с начала второго тысячелетия. Очень популярны были такие собачки при французском и испанском королевских дворах. Король Генрих III был обвинен в разорении королевской казны, поскольку потратил государственные деньги на приобретение крошечных спаниелей. У всех законных и незаконных потомков короля Людовика XIV были карликовые спаниели, что подтверждают портреты кистей Миньяра, Ларжельера, Габера и других. За 30 лет собачки короля сохраняли однотипность – черно-белый, иногда трехцветный окрас, умеренно густую шерсть и длинные уши. Такое постоянство – свидетельство жесткого отбора. Великий король, скорее всего, держал в разведении собак курс на скрещивание родственных особей, так же, впрочем, как и поддерживал родственные браки в королевской семье. Особого расцвета порода достигла при короле Людовике XIV, Марии Антуанетти и Мадам де Помпадур. До XV века эти собачки жили исключительно во дворцах королей и королевской свиты. Отсюда и неофициальное название породы – собачка королей. Французское название «континентальный карликовый спаниель» подразумевает две разновидности – папильон со стоячими ушами и фален с висячими ушами. На протяжении нескольких веков породу называли в Европе «мотылек», а иногда и «собачка-белка». Изменился ли папильон со времен своего происхождения? Если изменился, если видоизменился, то как? Ну, он известен с XIV века, папильон. А раньше это были такие же маленькие собачки, но с висячими ушками. И со временем ушки встали, ну, наверное, это не без помощи человека, разведения целенаправленного. Но в данный момент встречаются все равно собачки с висячими ушками. Это называется фалены. Мотылек, собачка-мотылек, фален. А состоячий? Папильон – это собачка-бабочка. А редко встречается с висячими ушками? Ну, в помете у папильонов могут родиться фалены, но это, да, это редкое явление. Редко. Сколько вообще в помете щенков приносит папильон? От двух до шести собак, но шесть щеночков – это, в принципе, редкость. Королевские собачки имели рост около 35 сантиметров в холке и отличались от современных фаленов только более коротким хвостом, который они держали султаном, поднятым вверх. Такая особенность сохранялась у карликовых спаниелей до начала XX столетия. На протяжении многих веков их непосредственный предок – континентальный карликовый спаниель – имел очень узкий ареал обитания. Только Западная Европа. С XV века родственные собачки были завезены в Голландию, скорее всего, даже не из Франции, а из Испании, и стали там домашними любимцами богатых буржуа. Но, глядя на их изображение, трудно предположить, что голландские спаниели – предки современных папильонов. Слишком большая разница в размерах. В Голландии – стране простых по своим пристрастиям буржуа, выходцев из простого народа, а потому не увлекающихся ничем мелким и худосочным, люди, скорее всего, отдавали предпочтение более крупным домашним спаниелям. Что и отличало голландских представителей этой породы от карликовых спаниелей французской линии, тяготевшие к сохранению крошечных размеров собачек. Хотя, по мнению некоторых исследователей породы, у Людовика XIV спаниели были высотой до 35 сантиметров. Но, исходя из логики событий, и учитывая, что этих собачек по моде того времени носили на руках и в карманах платья не только мужчины, но и нежные дамы, малые размеры явно имели предпочтение при разведении этих королевских любимцев. Скорее всего, собачки того времени не превышали рамки сегодняшних стандартов, а именно – вес минимум полтора килограмма, ну, предпочтительнее 2-3, рост не выше 28 сантиметров. Собачка декоративная, то есть проблем с выгулом у этой собаки нет. Если не надо гулять на улице, то мы можем спокойно погулять. Да-да-да, это как у многих маленьких попоруд собак, то есть если собачек несколько, или мы готовимся к выставке, они приучены ходить на определенное место, на пеленочку. Если у владельца желание, можно заниматься спортом, эта собака активная, веселая, и посещать регулярно прогулки. Какой характер у этой маленькой собачки добродушный? Чем она вообще отличается от маленьких собачек? Потому что не все маленькие собачки добрые. Нет, собака веселая, игривая на улице, а дома, вот, это, можно сказать, кошки. Они хотят сидеть на руках, хотят, чтобы, внимание, дома очень спокойная собака, не агрессивная, к детям очень доброжелательная, и к другим породам тоже. Папельоны своей походкой и чистоплотностью напоминают кошек. Эти ласковые собачки сильно привязываются к людям. Они не выносят крика или грубости. Во время обучения им достаточно одной лишь похвалы в качестве положительного подкрепления, потому что самое главное для карликового спаниеля – это порадовать своего хозяина. Разведенцы папельонов считают, что порода непригодна для содержания в вольерах. Хотя карликовые спаниели прекрасно уживаются в группе других собак, но общения с сородичами им недостаточно. Они нуждаются в регулярных и продолжительных контактах с людьми. Они должны чувствовать себя необходимыми хозяину. Папельон и фолен очень ласковы, никогда не кусаются в целях самозащиты, поэтому нельзя их доверять слишком энергичным и бесцеремонным детям. Папельоны очень консервативны. Если вы в чем-то отступите от привычной схемы поведения, то собака воспримет такое действие, как ошибку хозяина. Карликовый спаниель по натуре не разрушитель, поэтому его можно спокойно держать в квартире с дорогой мебелью и другими предметами обихода. Такие шикарные ушки, стоячие даже. Наверное, все равно ходят, требуют какого-то ухода, да? Есть какие-то проблемы с такими ушами? И каким болезням наиболее подвержен папельон? Порода здоровая, то есть таких болезней особо нет. Есть там дистропия сетчатки, но это вот чисто такие, надо исследовать глубоко собаке. С коленными суставами могут быть проблемы. Но с ушками нет, с шерстью проблем тоже нет. Собака не имеет подшерстка, пуха, только остевой волос. Несмотря на то, что она белая, уход совершенно прост. Шампунь, кондиционер, расческа достаточно редко. Шерсть не скатывается. И еще. Среди 80 пород собак, прошедших популярные в Европе тесты Карена на сообразительность, карликовый спаниель занял почетное девятое место. А среди карликовых пород, первое, особенно хорошо эти миниатюрные собачки справлялись с задачами, в которых было необходимо запомнить слова и находить решения в сложных ситуациях. Таким образом, умственные способности папельона и фолена, по мнению серьезных специалистов, очень высоки. В прошлых выпусках нашей программы мы рассказывали о содержании и разведении экзотических животных, а именно ящериц и крокодилов, в домашних условиях. Сегодня мы поговорим еще об одном представителе холоднокровных – о змеях. Отношение людей к змеям весьма противоречиво. Эти рептилии вызывают чувство страха и восхищения одновременно. Но содержание змей – дело более ответственное, чем в случае с привычными домашними животными. И это понятно. Убежавший щенок или котенок, вылетевшая через окно птичка – все это печально. А вот выпавшая из террариума ядовитая змея – это уже опасно. Поэтому в домашних условиях лучше воздержаться от содержания ядовитых змей. Перед тем, как завести змею, будущему хозяину нужно ознакомиться с правилами их содержания в неволе. Если вы задумались над приобретением змеи, то необходимо иметь понятие о повадках этих рептилий, возможном поведении в террариуме, изучить специальную литературу о том, как правильно ухаживать за змеей и как ее кормить, чтобы максимально обезопасить от болезней. Чаще всего люди отдают предпочтение красивым, не ядовитым змеям – ужам, удавам, королевским тигровым питонам и питонам-альбиносам. Конечно же, это требует внушительных вложений, как приобретение самой змеи, так и покупка для нее всего необходимого, например, террариума, где будет жить ваш ползучий питомец. Размер террариума, его внутреннее обустройство, влажность и температура воздуха во многом зависит от вида змеи. Например, удаву нужна температура 39 градусов, а влажность воздуха должна доходить до 90%. Поэтому террариум обязательно должен быть оснащен обогревательным прибором. Змее в неволе нужно создать условия, приближенные к природным. Например, для обустройства террариума древесной змеи нужно использовать ветки и деревянные чурочки, по которым она сможет ползать. Для змей, которые в природе копают почву, следует насыпать толстый слой грунта. Для любого вида змей важна возможность спрятаться, поэтому обеспечьте жилище змеи укрытием, растениями и корнями. Помимо правильной организации живого пространства, змеи важно поддерживать гигиену в террариуме. Ежедневная замена требует питьевая вода в поилке и вода для купания в бассейне или другом резервуаре. По мере загрязнения необходимо подменять грунт, а также следить за чистотой растений и деревянных конструкций. Будущие владельцы змей должны понимать, что эти рептилии – хищники, и кормить их нужно только живой пищей. В домашних условиях змею можно кормить некрупными мышами и крысами, лягушками или рыбой. Они где-то в течение нескольких дней перерабатывают пищу. А действительно, вы знаете, как наелся, таким добрым становится? Или просто ленивый? Дело все в том, что, наверное, действительно так, что становится добрым, потому что вот это вот среди всех наших змей, он единственный, который, видать, такой у него характер, что нельзя сказать, что его специально приручали. Он такой с рождения и был. К рукам человеку и шел. Допустим, вот тот же второй удал, зовут ее Жужу, она так и не приучилась. И когда наша женщина, которая за ними ухаживает, убирает, она даже пытается кинуться и кидается. То есть получается, что вот вроде бы одинаковые змеи, да, но тем не менее змеи, как и люди, да, у них разные характеры. Да, абсолютно. Обычно взрослых змей кормят раз в 7-10 дней. А некоторые взрослые особи могут не есть несколько месяцев. Не стоит давать змее пищу во время линьки. Дав еду своему питомцу, оставьте его в покое на весь день, пока он будет заниматься перевариванием съеденного. Если змеи не переваривают еду, а отрыгивают, значит террариум плохо обогревается. Брать змею на руки нужно осторожно, мягко и без резких движений, взяв ее одной рукой за верхнюю треть тела, подальше от головы, а другой рукой поддерживая за нижнюю треть. Захват делайте сбоку, а не сверху. Если змея проявляет беспокойство или явно боится, не стоит настаивать на таком контакте. Верните ее в террариум. Вы сможете добиться доверия в отношениях с вашим питомцем, постепенно увеличивая время его нахождения у вас на руках. А действительно, вот змея снимает с себя кожу, вот как перчатку? Да. Она, ну как, трудно объяснить, но надо это смотреть. Она вот так вот подходит, цепляется вот здесь у головы за какой-нибудь сучочек, еще что-нибудь, и потихонечку ползает, и вся кожа вот так старая слазит, остается новая. И как часто это происходит? Ну, порядка раз в три месяца. А, то есть раз в три месяца он линей? Да, да, происходит линька. Получается, что и таким образом он растет, наверное, да? Увеличивается? Да, за счет этого увеличивается. И в момент линьки, где-то несколько дней, дни 5 до, дни 5 после, ничего полностью не берет, не ест. Перед линькой, когда змея сбрасывает свою старую кожу, эти рептилии становятся апатичными. Но при попытке взять их на руки, могут проявить сильную агрессию. Поэтому лучше оставить змею в покое на этот период. И еще. Стоит знать, что неправильное содержание и несбалансированное кормление могут привести к ряду заболеваний вашего питомца. Поэтому не только следите за чистотой и кормлением этой рептилии, чтобы ваш питомец замечательно себя чувствовал, а вы продолжали любоваться его жизнью, вам надо научиться понимать его. Ведь грамотное содержание змей в домашних условиях – залог того, что ваш домашний любимец проживет долгую и счастливую жизнь. Самый острый вопрос, который возникает с появлением щенка – как приучить его к туалету, причем к туалету на улице в положенном месте? Если вы хотите как можно быстрее приучить свою собаку к туалету, именно к хождению собаки на улице в туалет, это непосредственно делается рано утром. Когда вы проснулись и щенок у вас просыпается вместе с вами, вы берете быстренько его на руки, спускаете по лестничной клетке и выносите, ставите на траву. Гуляете до того момента, покуда по траве, покуда щенок не сходит в туалет на траве, дабы заложить у него рефлекс, чтобы собака, выходя на улицу, искала траву, газон и ходила в туалет именно в том месте, где вам необходимо. Утром, даже если проснувшись, вы обнаружили лужу или кочку, обязательно введите щенка на улицу. Собака может терпеть всю ночь, но утром, увидев, что вы проснулись и не ведете ее гулять, обязательно сделает свои дела в квартире. Когда щенок будет подрастать, промежутки между прогулками можно будет увеличивать. Все попытки сходить с щенка в туалет на асфальте должны быть немедленно прищечены и собака уводится на траву. Не отвлекайте щенка от туалета играми. Обязательно поиграйте с питомцем на улице после того, как он сходит в туалет. Когда он сходил на травку, вы его хвалите. Либо это поглаживание, либо это будет лакомство. И напоминаю, что щенок должен выгуливаться минимум 4 раза в день. Желательно это перед едой, потому что есть крупные породы собак, которым не рекомендуется гулять на сытый желудок. Это группа молосов, мастифы, мастины, гульмастифы. К этим породам относятся азиаты, кавказцы и доги. Ну и естественно сэмбарнары. Это может сказаться при прогулке, когда собака сытая, на связках, на суставах. При учении щенка к туалету на улице совсем не сложные занятия. Главное быть последовательным и не пускать дело на самотек. Если у вас маленький друг, который вечно мерзнет от холода, а вы не умеете вязать, то сегодня в нашей программе мы расскажем, как используя готовый ваш свитер, можно переделать его в одежду для собачки. Для начала выбрать надо подобрать какую-то вещь, которую вам и не жалко, но и которая не сильно, чтобы не дырявая была, конечно, и могла еще пригодиться, чтобы ваш питомец еще поносил ее. Что главное требование к свитерочкам? Это чтобы на рукавах были резиночки. Будет намного проще шить. И чтобы внизу была резиночка. Нам она просто нужна будет для обработки низа кофточки. Для начала повторим пройденный этап. Это как мерить собачку. Я напомню еще раз. Лапочки назад, задние, передние, как стоит ровненько. Хвостик подняли. И поднимите немножко голову. Вот где изгиб у вас головки, и где у вас хвостик, вот этой мере, этот размер. Вот у нас подняла собачка голову, и хвостик подняла. Вот у нас получается 23 сантиметра. Это у меня моя собачка, мой Бобик. В чем делают ошибки очень многие. Собака стоит, и она вот наклоняет попу вот так вниз. И особенно у йорков, у собачек это видно, вот хвостик уходит вниз. И тогда меряется очень большая длина спины. И когда вы потом уже шьете, отрезаете, у вас получаются удлиненные тогда вещи. Это своего рода потом придется тогда немножечко подрезать. И так вот у меня 23 сантиметра. Длина спинки пишем 23 сантиметра. Дальше меряем окружной шейки. Вот там, где она сгибала, собачка шейку, вот там и меряем. Мы не меряем выше, потому что у многих пород, допустим, тойтерьеры, это китайские хохлатые, длина шеи, это фуксы. У них высокая шейка, и тогда меряется сантиметром, оно сходит немножечко дальше, отсюда к голове. И получается размер меньше, чем он есть на самом деле. И когда вы неправильно померяете и пошьете, у вас просто будет очень тугая шея. И так вот, где собачка согнула, вот в этом месте как раз и меряем. Сантиметра. Вот у меня 19 сантиметров. Дальше нам нужен обмер окружность груди. Она меряется под передней вот этой лапкой, вокруг, возвращается назад, по самому широкому месту в груди. Не надо сантиметр натягивать, не надо его сильно, не надо точно даже ослаблять. Вот как сантиметр лег, по шерсти, вот так вы его и ставите. 26 сантиметров у меня. Для свитерочка нам очень важный размер, от которого будет зависеть, насколько удобно будет сидеть свитер на собачке. Это высота плеча. Вот этот размер. Вот от шейки сюда. Вы можете для удобства ошейник на собачке, какой-нибудь тоненький. И тогда у вас будет обмер от ошейника. И вот где вам надо делать, допустим, ваше плечо вашей собачки, где у вас будет край свитерочка. Или вот, может, вы хотите немножко удлиненную лапочку, длиннее возьмите размер. Ну, вообще, вот сгибает, вот здесь вот приблизительно меряете, вот такая длина плеча. Она у меня получается вот отсюда и вот сюда. Вот получается 6 сантиметров. И очень нам нужен еще один размер. Это высота подъема груди. Это вот стоит ваш питомец. Поставили ровненько. Вот тот же ошейничек. Вы меряете так. Меряете вот здесь, сюда. И выводите сантиметр. Вот вы обмеряли окружность грудки вот сюда. То вот сюда сантиметром и доведите. За переднюю лапку, по серединке груди. Вот так. Вот. Это размер, высота подъема груди. Вот мы сняли обмеры. Дальше. Построим очень примитивную выкройку. Очень примитивную. Нам для свитеров, для вязаных вещей не надо очень точную абсолютно. Итак. У нас с вами отмеряем. Ставим точку А. И отмеряем от нее длину спины, которую нам надо. Вот будет до сюда у нас свитерочек. 23 сантиметра. Ставим точку Б. Соединяем. Дальше мы ставим вниз. Окружность груди берем, которая у нас 26 сантиметров. Делим ее пополам. Получается у нас 13 сантиметров. Мы откладываем 13 сантиметров. Провели. Для маленьких пород, вот от точки А, будет точка С здесь. От точки А в сторону точки С, для маленьких пород, откладываем 3 сантиметра. Это до 3 килограмм породы. Свыше 3 килограмм. Это идут у нас хохлаты, это идут фоксы, это идут мопсы. Идут все собачки больше, чем 30 сантиметров. Длины ставим 5 сантиметров. Это у нас, вот допустим, вот здесь вот точка С у нас получилась. И мы откладываем вниз, вот эта точка у нас, вот эта точка. Точка А вот здесь, а вот точка будет Д. Точка Д у нас вот здесь, получается, в этой стороне. Замеряем еще у нас один оберд, ну это чисто так, вот идет от лапки. И какую вот для девочек, идет вот сюда до задней лапки размер, для девочек это 14 сантиметров. А для мальчика это размерка белька. Сейчас построим на девочку, допустим. Это будет 14 сантиметров. Вот мы ставим 14 сантиметров. Вот. Точка Е. И вот так соединяем. А здесь мы не трогаем пока. Вот мы сделали такую, очень такая примитивная, примитивная выкройка. Теперь мы берем наш свитер. А в следующем выпуске программы мы по нашей примитивной выкройке, сделанной на бумаге, попытаемся раскроить и сшить свитер для вашего домашнего любимца. Музыка. 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 Музыка.